Над созданием сети велодорожек в раздорах трудились около года. Проект инициировал глава округа Андрей Иванов. Основная проблема, с которой столкнулись проектировщики, вписать трассу в лесной ландшафт и обойти деревья таким образом, чтобы не пострадала корневая система. Внешне это выглядит как обыкновенное галечное покрытие, но на самом деле здесь слоеный пирог из песка, гравия, мембран и самого непосредственного гравийного отсева гранитного. То есть это сложная такая техническая конструкция, которая должна прослужить долго. Заниматься спортом здесь будут ребята из соседних школ и профильных велосипедных секций. Трасса комфортна как для профессионалов, так и для любителей. Первые официальные старты посвятили началу нового учебного года. Таких мест должно становиться все больше и больше, потому что очень здорово, когда у всех отличное настроение, когда заряд на спортивный настрой, когда спортом занимаются не только взрослые, но и дети. Поэтому я думаю, что это место станет очень популярным для всех жителей нашего округа и не только. Трасса-виражи – это две велодорожки, каждая протяженностью в 4 километра. На них есть и скоростные участки и крутые повороты, требующие мастерства и осторожности. Маршрут проходит вдоль Рублевого Успенского шоссе от деревни Раздоры и Домкат. Именно это делает трассу привлекательной для транзитных велосипедистов. Хорошая трасса, спуски, подъемы. Она интересная, да. Классные спуски, повороты классные. Все классное. На финише участников ждали не только медали, но и сладкие подарки. Трасса интересная, очень длинная, удобная. Всем советую сюда приехать. Работы по обустройству велотрассы-виражи продолжатся. Вскоре здесь заработает полноценный прокат спортивного инвентаря и будет открыто кафе. На карте подмосковных велодорог появится еще один современный объект. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.